Изучение документации дает, например, ценные статистические данные для установления связи между состоянием здоровья и успеваемостью, качеством расписания и работоспособностью учащихся и т.д. Изучение школьной документации обязательно сочетается с другими методами. 40. Беседа как метод исследования. Изучение продуктов ученического творчества, домашних и классных работ по всем учебным предметам, сочинений, рефератов, отчетов, результатов эстетического и технического творчества, опытному исследователю скажет о многом. Ведь еще древние говорили, что творение указывает на Творца. Большой интерес представляют и так называемые, продукты свободного времени, хобби-занятий. Индивидуальные особенности учеников, наклонности и интересы, отношение к делу и своим обязанностям, уровень развития старательности, прилежания и других качеств, мотивы деятельности – это лишь небольшой перечень воспитательных аспектов, где можно с успехом применять этот метод. Он, как и все другие, требует тщательного планирования, корректного использования, умелого сочетания с наблюдениями и беседами. Беседа как метод исследования К традиционным методам педагогических исследований относятся беседы. В беседах, диалогах, дискуссиях выявляются отношения людей, их чувства и намерения, оценки и позиции. Исследователи всех времен, умело применяя целенаправленные беседы, получали такую информацию, какую никакими другими способами получить невозможно. Педагогическая беседа как метод исследования отличается целенаправленными попытками исследователя проникнуть во внутренний мир собеседника, выявить причины тех или иных его поступков. Информацию о нравственных, мировоззренческих, политических и других взглядах испытуемых, их отношении к интересующим исследователя проблемам также получают с помощью бесед. Но беседы, не всегда надежный метод. Поэтому его применяют чаще всего как дополнительный, для получения необходимых раз яснений и уточнений итога, что не было достаточно ясным при наблюдении или использовании иных методов. Чтобы повысить надежность результатов беседы и снять неизбежный оттенок субъективизма, применяются специальные меры. 1. Разработка четкого, продуманного с учетом личности собеседника плана беседы 2. Обсуждение интересующих исследователя вопросов в различных ракурсах и связях 3. Варьирование вопросов, постановка их в приятной для собеседника форме 4. Умение использовать ситуацию, нахочивость в вопросах и ответах Искусству беседы нужно долго и терпеливо учиться 41. Раздел 1 Общие основы педагогики Ход беседы с согласия собеседника может записываться Современные технические средства позволяют делать это незаметно для испытуемых Правдивости информации это однако способствует мало Разновидность беседы, ее новая модификация, интервьюирование, воспринятое из социологии Оно используется редко и не находит широкой поддержки среди исследователей Интервьюирование обычно предполагает публичное обсуждение Исследователь придерживается заранее подготовленных вопросов, ставит их в определенной последовательности Ответы готовятся заранее Но даже заранее подготовленные ответы тоже не всегда правдивы Поэтому, применяя интервьюирование, не следует забывать предостережение древних Язык человеку дан не только для того, чтобы излагать свои мысли, но и для того, чтобы успешно их скрывать Педагогический эксперимент Эксперимент Слово, эксперимент, латинского происхождения и в переводе означает, опыт, испытание Педагогический эксперимент, это научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях В отличие от методов, лишь регистрирующих то, что уже существует, эксперимент в педагогике носит созидательный характер Экспериментальным путем, например, пробивают дорогу в практику новые приемы, методы, формы, системы учебно-воспитательной деятельности Эксперимент, это по сути строго контролируемое педагогическое наблюдение Причем экспериментатор ведет наблюдение за процессом, который он сам и осуществляет Педагогический эксперимент может охватывать группу учеников, класс, школу или несколько школ Осуществляются и очень широкие региональные эксперименты Исследования могут быть длительными или краткосрочными, в зависимости от темы и цели Педагогический эксперимент требует обоснования рабочей гипотезы, разработки исследуемого вопроса, составления детального плана и строгого его соблюдения, точной фиксации результатов, тщательного анализа полученных данных, формулировки окончательных выводов Научной гипотезе, Т.Е. предположи 42. Педагогический эксперимент НИУ, подвергающемуся опытной проверке, принадлежит определяющая роль Эксперимент замышляется и проводится для того, чтобы проверить возникшую гипотезу Исследования, очищают, гипотезы, устраняют некоторые из них, корректируют другие, пока не будет установлена или опровергнута связь между экспериментальными факторами Исследование гипотезы – это форма перехода от наблюдения явлений к раскрытию законов их развития Надежность экспериментальных выводов прямо зависит от соблюдения условий эксперимента Все факторы, кроме проверяемых, должны быть тщательно уравнены Если, например, проверяется эффективность нового приема, то условия обучения, кроме проверяемого приема, необходимо сделать одинаковыми как в экспериментальном, так и в контрольном классе Однако соблюсти это требование на практике очень трудно из-за большого количества причин, влияющих на эффективность учебно-воспитательного процесса Проводимые педагогами эксперименты многообразны Их классифицируют по разным признакам Направленности, объектам исследования, месту и времени проведения и т.д. В зависимости от преследуемой цели, различают эксперименты 1. Констатирующие, при которых изучаются существующие педагогические явления 2. Проверочные, уточняющие, когда проверяется гипотеза, созданная в процессе осмысления проблемы 3. Созидательные, преобразующие, формирующие, в ходе которых конструируются новые педагогические явления 4. Чаще всего эксперименты применяются не изолированно, а в неразрывной последовательности 5. Констатирующий эксперимент, называемый иногда методом срезов, направляется обычно на установление фактического состояния исследуемого объекта, констатацию исходных или достигнутых параметров 6. Главная цель – зафиксировать реалии 7. Они будут исходными для преобразующего эксперимента, цель которого – создать и проверить эффективность новых методов, которые могут, по замыслу экспериментатора, повысить достигнутый уровень 8. Как правило, для достижения устойчивого педагогического эффекта требуются длительные созидательные усилия 8. Рассчитывать на немедленное улучшение в воспитании и развитии обычно не приходится 9. По месту проведения различают естественные и лабораторные педагогические эксперименты 10. Первые представляют собой научно-организованный опыт проверки выдвинутой гипотезы БИС 43. Раздел 1. Общие основы педагогики 10. Нарушение учебно-воспитательного процесса Такой вид эксперимента избирается в случае, когда есть основания предполагать, что сущность нововведения необходимо проверять только в реальных условиях и что ход и результаты эксперимента не вызовут нежелательных последствий Объектами естественного эксперимента чаще всего становятся планы и программы, учебники и учебные пособия, приемы, методы обучения и воспитания, формы учебно-воспитательного процесса Если нужно проверить какой-либо частный вопрос или для получения необходимых данных нужно обеспечить особенно тщательное наблюдение за испытуемыми, иногда с применением специальной аппаратуры, эксперимент переносится в специально оборудованное помещение, в специально созданные исследовательские условия Такой эксперимент называется лабораторным В педагогических исследованиях его применяют нечасто Конечно, естественный эксперимент ценнее лабораторного, так как он ближе к реальной действительности Однако в связи с тем, что здесь берутся естественные факторы во всей их сложности, возможность избирательной и точной проверки роли каждого из них резко ухудшается Приходится идти на дополнительные затраты и переносить исследования в лабораторию, чтобы влияние неконтролируемых факторов, побочных причин свести к минимуму Педагогическое тестирование Слово, тест, в переводе с английского означает, задача, испытание Тестирование, целенаправленное, одинаковое для всех обследование, которое проводится в строго контролируемых условиях Оно позволяет объективно измерять характеристики и результаты обучения, воспитания, развития учащихся, определять параметры педагогического процесса От других способов обследования тестирование отличается точностью, простотой, доступностью, возможностью автоматизации Тестирование, далеко не новый, но до последнего времени мало применяемый в отечественной педагогике метод исследования Еще в 80-е дефис 90-е года 19-е исследователи начали изучать индивидуальные различия людей Это привело к возникновению так называемого испытательного эксперимента, исследования с помощью тестов А. Дальтон, Акетил и Дер Применение тестов послужило толчком для развития психометрического Сорок четыре Сорок четыре Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...